Так, ну что ребят, всем привет! Сегодня будет топ криптовалют, который стоит обязательно закупить прямо сейчас. Записываю я этот видос 15 числа, но увидите 16, но я не вижу никакой проблемы, потому что по большому счету... Ребят, хочу обратить ваше внимание на реальную возможность отлично заработать, инвестируя в правильные проекты. Именно таким сейчас и является миретх.io. Я никогда не инвестирую в непроверенные лично мною вещи и не буду советовать то, в чем сам бы не убедился. Суть проекта миретх.io в том, что иностранные разработчики полностью адаптировали систему доверительной торговли на криптобиржах через именитых на весьмер трейдеров и покрыли ее алгоритмом смарт-контракта, что гарантирует инвесторам стопроцентное поступление дивидендов от вашего вклада вне зависимости от любых факторов. Я вложил в миретх уже более 8,6 эферов, а это около 40 тысяч долларов, и уже за месяц полностью отбил свой вклад с выходом в плюс. Поэтому рекомендую вам наконец поменять вашу жизнь и не зависеть ни от кого. Ссылка на проект находится в описании под роликом. Эти монеты на средний срок-долгосрок, я не думаю, что там плюс-минус цена как-то сильно поменяется. Поэтому первая монета это у нас ОРН, Орион, я думаю многие за нее слышали, и сейчас она подходит к последней своей стадии реализации подорожной карте, и произойдет это событие у нас на Новый год, 31 декабря, и соответственно данная монета у нас, давайте посмотрим, по какой цене сейчас торгуется. В целом я считаю, можно смело ее докупать. Почему? Объясню с точки зрения даже теханализа. То есть если посмотреть вот здесь, вот у нас накопление уже порядка 7 месяцев, ну даже если взять вот это локальное здесь, которое мы здесь стоим, да, накопление, то имеется здесь у нас, ну давайте посчитаем, порядка, сейчас 180 делим на 3, это 6 месяцев, ну да, полгода стоим мы. Вот, поэтому полгода в накоплении, я считаю это довольно-таки весомый промежуток времени, плюс нас, видите, выкупали 1, 2, 3, 4, потом здесь 5 раз выкупали, потом соответственно здесь 6 раз, и видите, цены 7, 8, видите, цены не дают идти ниже, что означает, что ниже в 6 долларов, и тем более там в 4 доллара, нас не поведут, и можно ждать дальнейшего движения наверх, поэтому по этому поводу не паритесь. Вот, поэтому монетка, я считаю, себя еще покажет, какой потенциал роста я по ней жду. Ну, опять же-таки, возвращение на предыдущие отметки, это будет порядка 3, там, 3,5х, может даже 4х, но на данном этапе, если посмотреть на CoinMarketCap, соответственно, это у нас DeFi проект, капитализация не такая уж и большая, 260 миллионов, сделана на AlgoDrent, AlgoRent, вернее, Ecosystem, это у нас монета Algo, которую многие знают, плюс Phantom Ecosystem, FTM, вот, и Evalanche Ecosystem, это у нас AVAX, поэтому на данном этапе, как вы видите, стоит она 8 долларов, довольно-таки дешево, я считаю, стоит ее приобрести в свой среднесрочный или долгосрочный портфель, это тоже зависит от самой монеты, как быстро она пойдет в рост, поэтому на недельном и месячном таймфрейме тоже она находится в накоплении, и, соответственно, хорошенько сейчас скорректировалась от своих пиков на те же там 70%, это первая монета. Вторая монета на данном этапе, я хотел разобрать по БРМ, стоит ли сейчас закупаться Рун или Луну, ну, Рун на данном этапе, я считаю, уже поздновато, кто холдит, если выйдет за 20 долларов, то можно ждать дальнейшего движения наверх, я видел, что здесь вышла интеграция с Луной, да, там все дела, вот, поэтому на данном этапе смысла нету, то же самое, как и по Луне, находится она в хаях, то есть, ну, лезть вообще никакого смысла сейчас не имеет, но это так вкратце. Вот, по поводу сэндбокса, кстати, здесь вышла новая у нас модель, гейммейкер, да, соответственно, релиз будет 31 декабря, если кто хочет похолдить, напоминаю, кстати, я данную монету, ну, сейчас на хаях смысла нет заходить уже, ради того, чтобы она там выстрелила даже на те же там 2ТХ, это слишком рискованно, и не факт, что это будет, скорее всего, будет коррекция. Я рекомендовал еще здесь, в бесплатных видосах на ютубе, к сожалению, я вышел по 2ТХ по данной монете, но, как видите, она дала огромный потенциал, и я такого не ожидал, то есть, можно было почти там 10 тысяч иксов заработать, то есть, это 100 иксов практически, вот, со старта, поэтому, кто заработал, озолотился, поздравляю вас с профитом и, скажем так, с пополнением вашего капитала. Вот, следующая монета на данном этапе, это монета Zen Horizon, и почему я рекомендую ее настоятельно приобрести? Во-первых, потому что данную монету у нас также закупает инвестиционный фонд, как Grayscale, видите, у них тут на 60 миллионов с половиной долларов имеется данная монета, и, соответственно, остальные монетки тоже вы можете глянуть у них в инвестициях, и, кстати, совсем недавно они начали докупать еще больше линка, Basic Retention токена и, соответственно, фила, вот, поэтому, как видите, данная монета, она является отчасти даже надежной, то есть, она на данном этапе у нас, кстати, сделана на Hedera Hashgraph ecosystem, это у нас, напоминаю, монета HBAC, кто заработал на ней, тоже поздравляю, но кто холдит долгосрок, тоже ваше право, мы заработали на вот этом пампе, там, 2-2,5 икса, вот, и, соответственно, данная монета у нас имеет свой стейкинг, также, соответственно, данная монета у нас, имеет майнинг, вот, и, соответственно, на текущем этапе у нее ограниченная эмиссия в 21 миллион, и осталось там меньше 8,3 миллиона приблизительно данной монеты, поэтому закупайтесь, кто еще не успел, капитализация 1,1 миллиард, стоит ли сейчас закупаться? Я считаю, что стоит, то есть, монета на неплохих отметках, понятное дело, от максимумов она откатилась не так много, на те же там 35, ну, максимум 40%, да, но, в целом, в долгосрок монета отличная, можете сравнить, понятное дело, успех, может быть, не будет, такой сильный, как по мане, там, либо, скажем так, ну, по basic retention токену, который недавний пам был, но, в целом, я считаю, данная монета себя еще покажет, ну, в бат сейчас лезть и в тот же самый, в ту же самую ману я смысла не вижу, единственное, вот, фил сейчас на дне находится, можно смело закупить и потенциал роста у него на ТХ, а то и до вот этих отметок, особенно в долгосроке, многие ее недооценивают, вот, поэтому Horizon, я считаю, тоже отличный выбор, плюс у нее куча здесь событий произойдет на, соответственно, новостном портале CoinMarketCal я это все нашел, и, соответственно, видите, здесь у нас надежный источник, уже подтверждено от официального источника, у нас будет HardFork, вот, соответственно, который произойдет 1 декабря, и также у нас вот еще одно событие намечено на, получается, тоже 1 декабря, потом у нас будет еще 2 weekly insider, которые у нас будут 6 декабря и 13 декабря, поэтому я считаю, это тоже подтолкнет цену, особенно под конец года или хотя бы на начало 21, вернее, 22 года, вот, следующая монета это Swipe, это у нас криптовалютный кошелек, вот, можете зайти, соответственно, на веб-сайт и все это самостоятельно изучить, посмотреть, то есть криптокошелек, который имеется также на мобильном телефоне, также у них имеется своя собственная карточка, можно оплачивать как MasterCard, Visa, Google Pay, Apple Pay, вот, использовать BNB, евро, доллары и те же биткоины, вот, поэтому проект довольно-таки перспективный, особенно если есть какая-то реализация и, соответственно, какая-то реальная польза и действительные проекты в реальной жизни и в реальном мире, да, вот, поэтому на данном этапе, как видите, это у нас DeFi проект, кошелек, платежная система, сделанная на Binance Smart Chain Ecosystem и, соответственно, капитализация сейчас 500 миллионов, довольно-таки маленькая, я напоминаю, что я ее советовал еще вообще, когда она стоила копье, то есть она стоила тут по 90-80 центов, я об этом предупреждал, что крупный капитал набирает позицию, но кто заработал на вот этом пампе, те же там 5-6x, поздравляю, вот, поэтому в долгосрок, в принципе, ну, она там немного приподнялась на те же там 15-20%, но, ребят, в долгосроке это вообще ничто, вот, поэтому, я думаю, монета себя еще покажет, кто не закупался, настоятельно рекомендую закупаться, но больше в долгосрок, чем надежду в какую-то спекуляцию, если будет какой-то памп, конечно, можно будет скинуть, зафиксировать часть профита, но сейчас смысла нет, спрашивали, кстати, часто про монету AMG, ну, смысла нету, как видите, ее сильно палили после аркдропа с монетой Боба, поэтому, ну, лучше подождите, пока она отскочит и, тем более, она на пиках до этого была, сейчас смысла нету, пускай она хотя бы окончит свое падение, потом уже можно будет закупаться, ну, и перейдем к следующей монете, вот, следующая монета это TLM, тоже многие у меня за нее спрашивали, у нас, как видите, Landpack Launch, то есть, это своеобразная игрушка, как у нас была монета AXS, то же самое, MANA, да, и, соответственно, там, токен SLP, и Alien Worlds у нас, да, находится сейчас на 310 месте, 242 миллиона всего лишь капитализации, относятся у нас к NFT, да, и, соответственно, на Binance смягчение он сделан, вот, поэтому монета сильно недооценена, я считаю, тоже, но, опять же-таки, эта инвестиция высокорисковая, поэтому учитывайте данный фактор, что, ну, данный проект, ну, к сожалению, может и скомануть, поэтому надо учитывать вот эту, скажем так, особенность, вот, поэтому на данном этапе она находится у нас в накоплении, если посмотреть, я жду выхода, я уже говорил, за 35 центов, потом, соответственно, за, ну, если вообще округлить за 88 здесь, ну, за 90 центов, тогда жду дальнейшее движение наверх, если потенциал роста, когда мы выйдем за вот эти отметки, ну, как минимум, ТХА по возвращению к предыдущим, и потом потенциал роста те же, там, 20Х и до бесконечности, вот, как видите, она находится на полном днище, что на недельном таймфрейме, что на месячном, поэтому, как только она выйдет с накоплений, я думаю, она покажет хороший рост, но риски, опять же, такие большие, стоит ли сейчас заходить в SLP, SLP, а рисковая монета, то же самое, ну, я бы выделял бы на TLM максимум от 1 до 3% депозита, но если вы сильно в него верите, особенно в долгосрок, ну, максимум 4, ну, может быть, 5%, вот, ну, в SLP на данном этапе слишком рискованно заходить, если хотите побаловаться на какую-то свободную сумму, я в целом жду по ней хотя бы 25-30 центов, ну, это мои отметки и мои цели по ней, вот, поэтому, ну, как дополнительно могу тоже посоветовать, ну, опять же, таки, как сверхвысокоисковая инвестиция от 1 до 3% депозита, не более, вот, тоже NFT, и, насколько я помню, она является, это апгрейд своеобразной монеты AXS, как DLC, знаете, в играх есть, ну, как дополнение такое, вот, поэтому такое ответвление от монеты AXS, которая до этого тоже показывала баснословные AXS, ну, многие надеются, что SLP также себя покажет, ну, посмотрим, то есть, все может быть, но, опять же, таки, я бы особо не рассчитывал и понимал, что монета может, естественно, скомануть, вот, ну, и давайте к следующей монете, вот, следующая монета, это у нас монета TKO, и, кстати, как вы видите, у нас будет происходить саммит крипто-одиссея, да, соответственно, 4 декабря, что является тоже одним из положительных событий для данной криптовалюты, она сильно недооценена, многие, ну, не закупают, типа, та не растет, зачем ее закупать, ну, понимаете, то же самое думали про монету Wazer X, ну, то есть, она болталась там на днище, никому не была нужна, сейчас все про нее говорили, и, как видите, она тоже болталась, тут стояла в накоплении долго, длительное время, ну, давайте глянем, сколько она стояла в накоплении после пампа, после пампа она стояла здесь, ну, давайте глянем, сколько она стояла в накоплении, ну, давайте поделим, 10 месяцев она стояла в накоплении, но, но, смотрите, какой она дала рост после этого, Она дала рост в пике, она достигала те же там 10 тысяч процентов, то есть это практически 100 иксов, вот, ну или те же там 50 иксов можно было по ней заработать, и потом многие спохватили, что да, надо было ее закупать, но напоминаю, что данная монета у нас под покровительством Binance, да, находилась и находится, вот, и, соответственно, также вкладочка в спотовом кошельке, вы можете найти, там есть WazerX, и также есть Toka Token, вот, Toka Exchange, и, соответственно, тоже она сделана на Binance Smart Chain, под покровительством Binance, на данном этапе капитализация тоже небольшая, 204 миллиона, но монета сильно недооценена, и стоит она сейчас вообще копейки, то есть стоит она 2 доллара, находится также, кстати, в накоплении, видите, тут тоже была похожая ситуация, постояли в пампе, и сейчас мы находимся почти полгода в накоплении, многие говорят, вот, нету по ней роста, ребят, ну, когда она сходит там на те же 10, 20, 30, там, 50 долларов через там полгода, через год, через два года, вы, во-первых, либо озолотитесь, если закупитесь по ней, да, будут ли такие отметки, ну, посмотрим, ну, я верю в данную монету, то есть, если ее добавляет Binance, и, соответственно, дизайн у нее, можно зайти и глянуть на сайт абсолютно такой же, вот, похожий, скажем так, ну, немножко даже скопипащенный, но, я думаю, ничего страшного, потому что Binance является, ну, я так понимаю, владельцем данной компании, и можете там переключить на английский язык, что вот, партнеры, тоже имеется Binance, тут все это написано, и поддерживается данной компанией, поэтому, никакой проблемы я не вижу, я думаю, данный криптовалютный биржевой токен себя еще покажет, и точно так же могу бонусом вам порекомендовать Huobi токен, ну, немного он там подрос, опять же-таки, в закрытом клубе я его советовал еще вот здесь, вот, забрать на днище, кто захотел, тот закупился вместе со мной, вот, ну, в целом, сейчас мы не сильно там поднялись, на те же там 35-40%, я считаю, возможность еще докупиться есть, поэтому, кто хотел взять тот же Huobi токен биржевой на днище, можно сейчас его взять по скидке в те же там 70%, ну, было 80%, но, я думаю, вот эти там 10% ничего не решат, тем более в долгосроке, поэтому, я уверен, что мы вернемся на предыдущие отметки в те же там 30-40 долларов, а то и сделаем перехай, поэтому, офигенный токен, я считаю, биржа данная постепенно начинает тоже подтягиваться, тоже начинает развиваться, и, если посмотреть в эксченже, то, соответственно, у нас Huobi находится на 6-м месте, я считаю, это не так уж и плохо, вот, поэтому на данном этапе биржа постоянно тоже вводит всякие нововведения с тем же стейкингом, добавляет новые монетки и, соответственно, старается не отставать от Binance, и, кстати, WazerX у нас хоть и находится на 41-м месте, но я уверен, что он тоже выстрелит, поэтому в долгосрок бонусом могу вам дать, кто хотел закупиться после той же коррекции, довольно-таки не слабой, в те же там 60%, если от пиков вообще на 75%, поэтому в долгосрок тоже можно смело закупить, и, я думаю, WazerX тоже себя еще покажет, вот, поэтому, ну, кто хочет средние сроки, по ним профит срубить, тоже, в принципе, можно будет это сделать, но я бы лучше закупался в долгосрок, и, кстати, сделана тоже она на экосистеме монеты Algo, вот, поэтому я уверен, что монета себя тоже покажет. Вот, также у меня спрашивали по монете One Harmony, на данном этапе, я считаю, стоит ее держать еще, и вот объясню, почему, потому что у нас сегодня, кстати, 15-го числа вышел Ethereum Bridge, записываю этот ролик, и до этого у нас был реализован Bitcoin Bridge, соответственно, тоже связанная с улучшением сети транзакций по данной монете, вот, и, соответственно, у нас будет 1 декабря CrossShark Transaction, и, соответственно, у нас Exchange будет добавлен 31 декабря, поэтому можете все это посмотреть, вот, смотрите, у нас фаза вторая, у нас Bitcoin Bridge, и потом, соответственно, Ethereum Bridge, ERC-20, вот, поэтому все это реализовывается, вот, и четвертая фаза, вот, можете посмотреть, что у нас будет реализовано в дальнейшем. Поэтому данную монету в покупке, понятное дело, смысла лезть уже нету, кто закупался со мной на днище, там, вот здесь, там, вот здесь, неважно, пока она стоила, ну, я советовал, на самом деле, в закрытом клубе и на YouTube-канале еще вот здесь, вот здесь, ну, кто хотел, там, вот здесь, там, докупился, либо вот здесь. Сейчас уже лезть поздно, ну, то есть, если кто холдит, я продолжаю ее держать, уверен, что она еще покажет рост, там, выше, там, 35-38 центов, вообще без проблем, и, как видите, нас здесь не пустили, поэтому я уверен, что, как только мы пробьем данную отметку, то можно ждать дальнейшего движения наверх, поэтому не парьтесь по этому поводу. Вот, все будет отлично, и, я считаю, монетка себя еще покажет, вот, поэтому такие у меня по ней мысли, и кто холдит, ожидаем дальнейшего роста, и, в целом, монета, я думаю, себя еще неоднократно проявит. Вот, ну, и находится, соответственно, она у нас на 60-м месте, и капитализация у нее уже перевалилась за 3 миллиарда, сделана на Binance Smart Chain Ecosystem. Вот, ну, и последняя монета на сегодня. Вот, ну, соврал еще одну монету дополнительную дам, помимо вот этой, это монета LEED, то есть, у нас парачейн, как видите, будет запущен, соответственно, это новая технология, которая везде внедряется, и парачейн у нас сделана на DOT, как видите, DOT парачейн будет, только DOT ecosystem, и, соответственно, все это будет реализовано, можете посмотреть на таймлайне. Вот, поэтому на данном этапе, я считаю, монета LEED себя еще неоднократно покажет, и если посмотреть, что она из себя представляет, насколько я помню, DeFi проект, могу ошибаться, не, не DeFi, сделан, кстати, на базе Эфера, Эфериум Ecosystem, очень недооцененная монета на текущем этапе, капитализация вообще копеечная, то есть, ребят, вы должны уяснить суть, что надо искать монеты с маленькой капитализацией, понятное дело, не щиткоины, за которым стоит хотя бы какой-то твердый фундаментал, как, допустим, здесь сделан он на Polkadot ecosystem, то есть на Polkadot ecosystem, система, которая тоже предоставляет возможность создавать проекты, ну, создавать множество проектов, да, и которые создаются на данной системе, плюс Эфериум Ecosystem, что является уже показателем надежности хотя бы какой-то, понятное дело, в крипте это смешно звучит, но относительной надежности, что это хотя бы не какая-то скамина, как, например, тот же SHIP или тот же Dogecoin, вот, хотя многие могут со мной поспорить в комментах, вот, и данная монета, то есть, вы должны искать монеты с маленькой капитализацией, которые имеют потенциал, то есть, как тот же TKO, там, тот же LEED, то есть, я советовал неоднократно и на YouTube-канале, и, соответственно, в закрытом клубе, как видите, монета вообще не двигалась, то есть, она в накоплении здесь стоит полгода, если полностью взять, она стоит уже здесь, давайте посчитаем, соответственно, почти 7 месяцев, то есть, ну, давайте посчитаем, 7 месяцев этого, это у нас сколько, 7 умножаем на 30, это 210, да, даже больше, даже 8, даже 8 с половиной месяцев, 8 с половиной месяцев мы стоим в накоплении, вот, и я уверен, что эта монета покажет не то, что 2,3 икса, а намного больше, то есть, по возвращению тут будет 2,5 икса, но я жду, как минимум, отметки выход за 12 долларов, и вполне вот эти цифры мы там в дальнейшем сможем увидеть, как только выйдем, ну, и ситуация, напоминаю, по ней похожа, как у нас была по Луне, да, можете лицезреть это все, и больше всего похожа, как у нас была по Evalanche, да, и, кстати, по Yumi похожая ситуация, поэтому, кто холдит, продолжаем держать, видите, данная монетка постепенно пытается вырваться наверх, поэтому я держу и жду выхода за 32 доллара, и, похожая ситуация, бонусом вам могу дать монета GRT, абсолютно такой же график, и, соответственно, монета 1 инч тоже в долгосроке себя тоже покажет, поэтому очень недооцененная монета лид на текущем этапе, и последняя монета, которую я хотел бы вам показать, это монета у нас DOC, я думаю, многие про нее слышали, но, опять же таки, это тоже больше долгосрочная инвестиция, потому что монета, как видите, она уже и так практически на пиках, и ориентироваться на какие-то там сверхдоходности, от пиках она откатилась на 40-50%, сейчас находится в накоплении здесь, вот, я уверен, что как только она выйдет за 12-13 центов, она покажет хороший рост, и здесь она в накоплении уже 8 месяцев, вот, поэтому, почему данную монету рекомендую, сейчас объясню, потому что она у нас сделана тоже на Polkadot ecosystem, плюс, соответственно, давайте глянем, вот у нас Polkadot, имеется смарт-контракт, капитализация тоже небольшая, 65, почти 66 миллионов всего лишь, вот, и, соответственно, почему я рекомендую, потому что у нас намечено целых 9 событий, соответственно, у нас будет Exchange Based Staking, у нас будет добавлен, также у нас будет Supporting от аппаратного кошелька Ledger, добавлен, все это будет реализовано 31 декабря, вот, и, соответственно, также обновление мобильного приложения, версия 0.2, да, наверное, перепутали 2.0, интеграция Fiat, вот, потом также в App Store будет добавлено, приложение будет у нас реализовано для iOS, да, для айфонов, потом API обновление, соответственно, опять какое-то обновление с SDK и API, потом у нас Wallet Backup будет, и, соответственно, потом Wallet Security Audit, какая-то более надежная защита будет поставлена на кошелек, вот, поэтому все эти 9 событий также намечены, я считаю, в 22-м году монета себя может колоссально показать, да, я понимаю, она себя уже отлично показала, но в целом сейчас, опять же-таки, если ориентируетесь, она уже там дала те же там 20-25x, может быть, даже для кого-то 30, в целом сейчас находится, понятное дело, почти на пиках, но если откатится и будет коррекция к вот этим отметкам, там, либо вообще к вот этим, то в целом можно добирать ее вот здесь, соответственно, от 3 до 6 центов, но если ниже, то можно будет по более нижним отметкам закупиться, как раз это будет дешевле там на те же там 50-80%, вот, поэтому если кто хочет по ней закупиться, либо ждет более низкие отметки, ориентируйтесь и запишите себе данную монету, что тоже можно будет ее взять, поэтому такой вот ролик, надеюсь, максимальная польза от меня сегодня, максимально большой список монет, которые, я уверен, дадут в потенциале отличный рост, и, соответственно, можете по ним закупаться, поэтому и в закрытом клубе я их тоже рекомендовал, но если кто хочет еще больше монет, еще более перспективных и, соответственно, своевременно получать рекомендации, когда там докупаться по монетам, когда, ну, закупиться, когда можно еще докупиться, скажем так, да, при каких-то проливах, либо еще в каких-то, ну, сомнительных ситуациях, да, когда, не знаешь, стоит докупаться, либо нет, либо еще подождать, все это есть в моем закрытом клубе, кто хочет, можете присоединяться, ссылки на мой телеграм есть в описании, поэтому можете написать и все обсудим, вот, поэтому спасибо за внимание, всем удачи, всем пока, можете пролайкать данный видос, написать в комментах, какие монеты вы бы добавили в данный топ, и, соответственно, какие монеты у вас уже имеются в портфеле, какие вы планируете докупить, и что нового узнали из данного видоса, всем удачи, всем пока. Тот самый проект, что был лично мною проверен, и где я увеличил свой вклад с 3.9 эфиров до 8.45 эфира, это мир.етх.io, проект был проверен лично мною на выводы и работу, ссылка на проект в описании под роликом.